Лето. Самое время кататься на своем двухколесном друге. Для кого-то это мотоцикл, для того-то скутер. А кто-то любит передвигаться на самокате. Скорость, ветер, невообразимо, прекрасно. Но есть места, где все-таки нужно сбавить эту скорость, а где-то даже остановиться. Мы часто видим, как обладатели скутеров, самокатов и велосипедов, не слезая со своего двухколесного транспорта, пересекают проезжую часть по пешеходным переходам. Каждый из таких участников движения считает, что ничего страшного в этом нет. Тем не менее, случай наезда на задевавшихся пешеходов или столкновение с оставшимся незамеченным автомобилем, к сожалению, не редкость. Ситуации могут быть разные, а потому правила гласят. Перед переходом нужно спешиться, то есть слезть с двухколесного транспорта и спокойно перейти через дорогу. В период карантина совсем забыли о правилах? Нет. Нет? Повторял? Ну, меня заставляли. Заставляли теперь на практике. Смотри, мы тебе подарим вот такую книжку, называется «Правила движения для велосипедистов юных». То же самое, как и с велосипеда, с самоката, и с других любых устройств, при переходе проезжей части вы обязаны переходить как? Пешеход. Обещаю, что ты больше не будешь нарушать. Держи вот такую книжечку. Как нужно правильно переходить дорогу с велосипедом? С пешочком. А вы всегда переходите пешком? Да. А почему? Потому что если вдруг так машина какая-нибудь выскочит, лучше велосипед выкинуть, чем самому пострадать. Кто-то сознательно подходит к переходу проезжей части и правилам безопасности, а кто-то не всегда задумывается о последствиях. Так, зачастую родители, купив ребенку самокат, не всегда понимают, что теперь их малыш тоже участник дорожного движения. И необходимо строго следить, чтобы чада соблюдала правила, особенно вблизи дорог. У нас очень много случаев, когда детишки попадают в дорожно-транспортные происшествия, именно потому что пересекают проезжую часть на самокате. Напомнить о правилах безопасности владельцам двухколесного транспорта сотрудники ГИБДД решили не просто так. Именно в весенне-летний период количество ДТП с участием владельцев самокатов и велосипедов возрастает. Обращают внимание сотрудники ГИБДД и на любителей гонять на скутерах. Для управления этим видом транспорта нужны права, но некоторые установленными правилами пренебрегают. В период с мая по октябрь у нас проходит оперативно-профилактическое мероприятие, которое называется мотоскутер, в период которого мы особое внимание уделяем водителям мототехники, в том числе, конечно, несовершеннолетним, которые могут еще не иметь прав на управление транспортным средством, однако садятся и разъезжают, как правило, в тех местах, где думают, что их никто не сможет увидеть. Но, кроме того, выезжают и на дорогу. Легкомысленность и жажда скорости порой приводят к плачевным последствиям. Особенно, подчеркнули в ГИБДД, это касается несовершеннолетних. Зачастую скутеры детям дарят их родители. Даже не понимая, что нарушают правила, разрешая ребенку, садиться за руль транспортного средства без прав. Поэтому важно помнить, в случае ДТП ответственность придется нести не только ребенку, но и его родителям. У нас поступает очень много материалов от нашего мото-бата инспекторов, которые задерживают таких водителей. После чего мы составляем материалы и направляем их в полицию по делам несовершеннолетних, чтобы проработать этот вопрос не только с несовершеннолетними, но и с их родителями. То есть материал собираем и отправляем по статье 5.35. Дорога, как известно, место повышенной опасности. Тише едешь, дальше будешь. И пусть немного дольше подождут вас, чем не дождутся совсем. Лилия Тимива, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.